МИГРАНТЫ 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 За один раз посылал 310 долларов домой, то в этом году доходы семьи немного сократились и составили 270 долларов. Уменьшение доходов мигрантов – это лишь мало, с чем сталкиваются они. Часть из них уже осталась без работы, говорит представитель правозащитного общества «Мемориал» Бахром Хамроев. У мигрантов настроение не совсем хорошее, потому что они зарабатывают только, и не только зарабатывают сейчас, но как они раньше зарабатывали 30 тысяч рублей, они какие-то из этих 30 тысяч рублей отправляли домой. Они сейчас уже 100 долларов отправляют, а через месяц, два, три. Мне кажется, сейчас уже наблюдаемые сокращения очень много. Люди мне даже самому звонят, спрашивают работу. Те строительные компании, которые уже перестали, те, которые зарплату выдавали трудным иммигрантам вовремя, они сейчас перестали заплатить. Санкции в отношении России окажут негативное влияние на экономику стран Центральной Азии, говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития. Бюджеты этих стран недополучат сотни миллионов долларов, так как зависимы от денежных переводов из России. Об этом в репортаже Жулды Сураспаковой из кыргызской службы радио «Азатык». Ежегодно кыргызстанцы присылают на родину около 2 миллиардов долларов, а это почти треть ВВП страны. Глава правительства Джо Марто Турбаев в конце июля сообщил, что не видит прямого влияния, введенных в отношении России санкций на экономику Кыргызстана. При этом он признал, что рост денежных переводов от трудовых мигрантов из России остановился. В принципе, денежные переводы наших мигрантов не уменьшились. Есть тенденция к росту, но по сравнению с аналогичным периодом 2013 года этот рост немножко замедлился. Европейский банк реконструкции и развития, в отличие от главы правительства, считает, что у Кыргызстана в значительной степени зависящие от денежных переводов своих граждан есть особые причины для беспокойства. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов переводов. Все-таки санкции приводят к тому, что экономика России замедляется. Уже прогнозы того, что она просто будет идти уже в минус. То есть сокращаются, естественно, рабочие места. Экономика уже не переваривает всех мигрантов, желающих там работать. Уже не нужны, уже нет того сервиса, скажем, уже не нужны вот эти люди. Поэтому я думаю, что миграционные препоны не будут на самом деле ужесточаться. Власти Таджикистана уже начали готовиться и говорить о создании рабочих мест в стране, чтобы минимизировать воздействие санкций в отношении России на экономику Таджикистана. Мигранты начнут массово возвращаться и в Кыргызстан, предполагает Махсат Ищимбаев. Однако при этом не видно, чтобы правительство к этому готовилось и прогнозировало последствия для экономики страны. Трудовые мигранты уже задумываются, куда им ехать на заработки в следующем году. Россия не так привлекательна, как раньше. Худагуилы Ахметов из Туркменистана говорит, что высокие цены на продукты питания и жилье в России заставляют его искать другую страну для заработка. Пока эксперты не дают положительных прогнозов о ситуации в российской экономике. Поэтому для многих трудовых мигрантов остается открытым вопрос, где найти работу. Это была программа «Перекресток». До свидания.